Как-то так однажды возник Рим. Рим был основан в 753 году Доношейры. По крайней мере, именно такую цифру дает римский историк первого века Доношейры Тит Ливий. А случилось это так. Сыновья царя латинского города Альбалонга оказались жертвами дворцовой интриги и чудом спаслись из ловушки. Будучи малыми детьми, они смогли выбраться из-за подни, проплывя по реке Тибр значительное расстояние и уйдя таким образом от погони. Все подумали, что малыши утонули, ведь воды были столь глубоки и неспокойны, что не каждый взрослый мог выжить. Согласно легенде, детей выбросило на берег, где проходящая мема волчица заметила детей, почуяв в них кровь самого бога войны Марса, вместо того, чтобы съесть, скормила их. Эта версия легенды, разумеется, она серьезно приукрашена и связана с верованиями древнего населения Италии. Сюжеты с кормлением избранных героев встречаются практически в любой мифологии древности. Так, волчица – это, скорее всего, древний образ, общий для сабинян и латинян, богини охоты и плодородия. А божества подобного рода часто связаны с проявлениями богов, войны, в нашем случае Марса, детьми которого, по легенде, являлись братья. А если серьезно, то более правдоподобная версия говорит о том, что братья были не такими уж и юнцами, когда бежали из Альбалонги. Ромул и Рэм, а именно так звали братьев, были уже юношами, способными постоять за себя. Они были законными наследниками своего отца, которого отравил дядя Ромула и Рэма и занял трон Альбалонги. Так как существование законных наследников стало нежелательным, дядя начал охоту на них, что и послужило причиной бегства несчастных в окрестности города, а то и куда подальше. Далее происходит борьба братьев с дядей, противостояние закончилось победой Ромула и Рэма. Они сажают на трон Альбалонги своего деда Нумитера, а сами отправляются к месту, где ранее были, по легенде, вскормлены волчицей. Так, стоп, опять не то. Ладно, ладно, на самом деле, легенда и версия Тита Ливия, помимо того, что пересекаются, так еще и противоречат друг другу. Ведь если Ромула и Рэма уже были более-менее взрослыми, то как они могли быть вскормлены волчицей? По крайней мере, это объясняется тем, что легенда о божественном происхождении Ромула и Рэма имеет более поздние корни и возникла уже после основания города. Так или иначе, но в 753 году до н.э. братья Ромула и Рэма основали город на холме Палатин. Холм был назван по имени богиня скотоводства Палы. На этом месте уже существовали небольшие поселения латинян и сабинян. Холмы близлежащие территории обнесли стеной, чем обозначили границы и сам факт наличия на этом месте города. Также был заселен холм Кверинал. Площадь между холмами Палатин и Кверинал получила название Форум, куда с этих холмов сходились граждане для обсуждения важных проблем устройства города. Во время устройства Рэм принялся высмеивать городские стены и город, чем вызвал ярость Ромула. Убив своего брата в порыве ярости, Ромул понял, что явно погорячился, и дабы почтить память о своем любимом брате, назвал город в его честь Рэмом, что вскоре превратилось в Роме, латинское название города. А нет, снова не туда посмотрел. Это тоже сюжет легенды. Более достоверная версия Тита Ливия говорит о том, что Ромул убил Рэма в борьбе за власть, а современные исследователи считают самоубийство Рэма ритуальным. По крайней мере, это объясняет, зачем Ромул назвал город именем своего формального противника. Кстати, здесь история уже вплотную соприкасается с легендой, ведь символом Рима стала волчица, та самая, что в фольклорной версии вскормила юных братьев, выброшенных на берег реки Тибр. Уже при Ромуле с его же подачи в город стали стекаться беглые рабы, изгнанники, просто искатели удачи. Им были дарованы гражданство, права и свободы. Таким образом, население Рима первоначально состояло из латинян, сабинян и пришлых. Всех их стали называть в будущем римлянами. Однако в городе не хватало женского населения, другие народные хотели иметь связи с потомками беглецов и преступников. Тогда римляне пошли на хитрость, устроив роскошный праздник, где они позвали к себе ближайшее племя сабинян, и пока те развлекались, украли всех их женщин. Так началась война между римлянами и сабинянами, закончившаяся примирением сторон. Причем, сами похищенные женщины выступили инициаторами переговоров. Ромул правил совместно с сабинским царем Тацием, но тот вскоре погиб во время очередного похода. В итоге Ромул стал полноправным правителем объединенных земель Рима и сабинян. В тот же период население Рима разделилось. Та часть, которая состояла из пришлых, была менее состоятельна, чем латиняне и сабиняне, поэтому первых назвали плебеями, рядовыми гражданами Рима. А латино-сабинянскую общину, скопившую у себя значительные материальные средства, назвали патрициями, исконными жителями Рима, державшими у себя общественные земли. Царя Ромула называют еще и основателем сенатов, в который входило тогда сто отцов. Всего выделяют семь царей Рима, и Ромул самый презентабельный из них. Остальные цари были известны своим развратом, жадностью и жаждой власти. Серпели это недолго, и в 509 году до н.э. римское население изгнало седьмого царя Торквиния Гордого из Рима. Этому воспротивились этруски, с неохотой выступившие на Рим. Но они не смогли захватить город, лишь начав серьезную вражду между Римом и всеми племенами, которые его окружают. Этруски были частью Латинского Союза, так что Рим получил себе очередного противника, с которым, однако, удалось расправиться. Эта война получила название Первой Латинской войны, и ее результатом является заключение пакта о ненападении между Римом и Латинским Союзом. Это дало возможность римлянам вести войны с соседними племенами – сабинянами, вольсками, эквами и сильными южноэтрускими поселениями. Укрепление власти Рима прервалось вторжением галлов в Италию. В 390 году до н.э. галлы разгромили римлян на реке Алия и захватили Рим, разграбив его и вскоре уйдя. Все это время население города пряталось на хорошо защищенном Капитолийском холме, который остался единственной нетронутой частью города. Рим ослаб, и соседи это мгновенно заметили. Союз с латинами фактически распался, против Рима возобновили войну вольские, труски и эквы. Однако римлянам удалось отразить натиск соседних племен. Но галлам понравилась богатая добыча в виде Италии с ее крупными городами. Очередное вторжение галлов в 360 году до нашей эры заставило местные племена сплотиться. Центром этого сплочения, как ни парадоксально, стал Рим, объединивший вокруг себя всех латинян. К середине IV века до нашей эры Рим уже имел полный контроль над центральной Италией и продолжил экспансию в другие части полуострова. В 343 году до нашей эры жители города Капуэ понесли поражение от сомнитов и, дабы насолить им, перешли в римское подданство, чем спровоцировали Первую сомнитскую войну, закончившуюся победой римлян и подчинением западной кампании. Расширив свои владения, Рим вызвал уже не зависть, а самый настоящий страх у соседей. Все бывшие противники Рима Галлы, которым недавно было нанесено поражение, сомниты и этруски, объединились в союз и попытались уничтожить опасного оппонента раз и навсегда. Но не тут-то было. В ходе Второй и Третьей сомнитских войн римляне разгромили сомнитскую федерацию и ее союзников, этрусков и галлов. Те уступили Риму часть своей территории и стали союзниками по принуждению. Рим укрепил свое влияние над северной частью полуострова. Так Римская республика стала доминировать на всем полуострове, но оставался еще один сильный противник. Вся область Южной Италии под названием Великая Греция была по сути врагом республики. Население ее состояло в большинстве своем из враждебных Риму этрусков, а также мощных греческих колоний – Торрента и Брундизия. Если греческие полисы еще не так сильно интересовали Рим, то проблему с этрусками надо было решать срочно, ибо кто знает, сбредет ли им однажды в голову отомстить за прошлые обиды. Греки предпочли смотреть на шаг вперед и понимали, что за этрусками, скорее всего, настанет их очередь. Плюс продолжительное отношение с местным населением и надежда на Эйпир, союзниками которого являлись полисы Великой Греции. Вообще греки считали всю Южную Италию своей зоной влияния, тут какие-то римляне тянут свои ручонки. Так получаем причину, по которой греческие полисы выступили против Рима в союзе с этрусками. В 276-275 годах до н.э. римляне победили Эйпирского царя Пира, что позволило им к 270 году до н.э. починить всю Великую Грецию. Завоевание Римом Италии вплоть до границы с Галлией завершилось в 265 году до н.э. Взятием Вальсиния в Южной Этрурии. Общины Южной и Средней Италии вошли в Италийский союз во главе с Римом. Так Рим стал владычествовать на всем полуострове. Но на этом останавливаться никто не собирался. Мысли о расширении сферы своих владений не покидали сенаторов и аристократов республики. Так что в течение всей середины конца 3-го века до н.э. римляне основывают, подчиняют и захватывают колонии на территориях Западного Средиземноморья. Тут им встретился Карфаген, который занимался тем же самым. В итоге все вдруг обратили внимание на большой такой островок под италийским сапогом. Сицилия называется. Это место стало камнем преткновения интересов Рима и Карфагена. И тут понеслась. Ладно, не важно, как оно было. Главное, Рим одержал решительную победу в двух пунических войнах. Он перекинулся в Македонию, где в течение трех македонских войн нес огромные потери, но все же покорил царство, параллельно подчинив себе греческие полисы и их союзы. Затем Рим подумала, почему бы не пойти на восток прогуляться. Тут как раз сирийскому царству понадобилась помощь в избавлении от автономии и независимости. Рим помог, и Сирия стала союзным государством Рима на востоке. Потом была вечеринка в Малой Азии, хотя не очень интересная. Местные государства, Понт и Пергамское царство не смогли оказать достойного сопротивления. Империя селевкидов и так сама по себе распадалась, а присутствие здесь римской власти лишь ускорило этот процесс. А там и до Египта дело дошло, хотя это государство додумалось пойти на переговоры, а не качать свои права. В итоге это позволило эллинистическому Египту просуществовать на плюс-минус сто лет подольше. В конце II-начале I веков до н.э. разгораются военные кампании в Африке и Дальней Испании. Галлы вновь торгаются в Италию, что позволяет римскому сенатору и военачальнику Гаю Марию продвинуть военную реформу, по сути закрепляющую привилегированное положение знати, кто имеет отношение к армии. Вторжение отбили, но теперь все решали генералы и их верные солдаты. Это выливается в диктатуру Суллы, известную кровавыми расправами над всеми неугодными сенаторами и людьми вообще. В состав сената проникли солдаты. В общем, Сулла развлекался как мог, но все же под конец жизни сложил с себя диктаторские полномочия. После диктатуры Суллы вспыхнуло восстание Спартака, олицетворяющее нестабильность в хозяйственном укладе Римской Республики. Как известно, восстание было жестко подавлено Марком Красом, но на этом беды Рима только начинались. Кризис Республики становился все очевиднее. Небольшой мирный период в 15-20 лет вылился в сговор Триумвира трех влиятельных олигархов – Цезаря, Помпея и того самого Марка Краса. Три военачальника разделили власть в республике и начали расширять ее территории. Цезарь повел войну в Галлии, Помпей продолжал копаться в Испании, Крас пошел воевать на восток с Парфянами. Вроде бы все хорошо, но нет. Как только один из Триумвиров погиб, а это был бедняга Крас, началась гражданская война, в которой победил Цезарь. Параллельно присоединив к владениям Рима и Египет, Цезарь провозгласил себя диктатором. Сенаторам надоело наблюдать за произволами вояки, и они просто убили его. Правильно это было или нет – другой разговор, но после этого началась очередная гражданская война. То последователями Цезаря – Антонием и Липидом, и преемником Цезаря – Октавианом. Побеждает Октавиан, который понял, что диктатура как-то не очень всем нравится. Так что он назвал себя императором и первым среди сенаторов, то есть принципсом. И сделал так, что его власть стала абсолютной, а сенат играл лишь вспомогательную роль. Так закончилась Римская республика и начался период Римской империи под названием Принципат. Название поменялось, а вот проблемы остались прежними. Военачальники как играли решающую роль во властной структуре, так и продолжали творить все, что им вздумается. Хорошо, если такая власть попадала в руки более-менее вменяемого человека. Кстати, такие были и есть даже список пяти хороших императоров. Нерва, Троян, Адриан, Антоний Пий, Марк Аврелий. Они, кроме всякого там разврата и набивания своих карманов, занимались еще в целом полезными делами. Строительством, военными компаниями, да еще и мудрялись не вредить при этом государству. Ну чем не хорошие императоры? В остальном, все правители Римской империи становились марионетками в руках олигархов, а управление провинциями сводилось к назначению в них наместников. Но вскоре императоры потеряли и функцию военачальников и назначали генералов армии воевать вместо себя. Тут совсем все пошло прахом. Начался доминант. Генералы то и дело провозглашали себя императорами, начинались микрогражданские войны, иногда это становилось полноценной внутренней войной. Как, например, кризис тетрархии в конце 3 века, когда сразу пять императоров, часть из которых самопровозглашены, воевали друг с другом, считая только самих себя истинными правителями. Менялись династии, приходили и уходили поколения, а дела становились все хуже. Империя уже стала столь огромной, что императоры не могли править всеми ее частями одновременно. Наместники вдруг поняли, что могут управлять своими территориями и без подчинения какому-то там императору в Риме. И стали подумывать о самостоятельном правлении. Для удобства Римскую империю даже поделили на западную и восточную части, но это мало помогло. Тут начали вторжение германские племена и выяснилось, что столетия гражданских войн и нестабильности хорошо так и стащили империю. Так что она не смогла дать отпор захватчикам. Варвары основали на землях империи первые варварские царства. Потом пришли кочевники-гунны, но с ними худо-бедно справились, хотя императоры все так же самопровозглашались, свергались и самоликвидировались. Вот только теперь уже они становились марионетками не римской олигархии, а варварских царей. В итоге Западная Римская империя стала никому не нужна. И даже сама Восточная империя направила к столице Запада войско, чтобы заставить тамошнего императора отречься и сдать на восток символы императорской власти. Так и случилось. В 476 году войско Восточной Римской империи, состоящее в основном из готских наемников и возглавляемое Готом Адаакром, на службе у Восточной империи захватило столицу Запада. Император Ромул отрекся от престола, а его символы были переданы в Константинополь, в столицу Восточной Римской империи. Так в 476 году прекратила свое существование Западная Римская империя, а с ней Римская империя как таковая. Византия хоть и считала себя Восточной Римской империей вплоть до своего падения от турков в 453 году, но на деле представляла собой совсем другое государство, имеющее лишь общие с Римской империей корни. The End. Воцаряется мир, все счастливы и рады, а человечество больше никогда не видело ужаса и несправедливости. На самом деле начинается раннее средневековье, известное также как темные века, когда всюду был огонь, мрак, чума, викинги, кровь, кишки и мясо, а про туалеты, водопроводы, мощенные дороги забыли и не вспомнят об этом еще пару сотен лет. В общем, как-то так однажды возник Рим. Продолжение следует...